Они приехали делиться опытом, выступать на сцене и найти новых друзей. Но первым пунктом программы для казахстанских гостей стал музей Гагарина, что символично. Неделю назад в обеих странах отметили День космонавтики. Казахстанская молодежь не могла в год 55-летия полета Гагарина в космос не посетить место, которое дало Гагарину крылья. День космонавтики, кстати, почитаем и в Казахстане, ведь именно там находится главный ворот к звездам Байконур. И темы космоса также будоражат казахстанскую молодежь, как и их российских сверстников. На базе нашего университета, так как мы казахско-русский международный университет, мы эту дату тоже не оставляем. Постоянно 12 апреля мы проводим все различные мероприятия, приглашаем школьников, у нас есть планетарий. Тот факт, что Гагарин учился в Оренбурге, для гостей стал настоящей неожиданностью. Историю покорения космоса знаменитые «поехали» знает в общих чертах каждый. Но именно в нашем городе Гагарин начинал свой путь к звездам. Узнал много нового и я очень рад, что нахожусь здесь, в училище, в котором учился сам Юрий Гагарин. И для меня это честь, большая честь. Ну а после молодежь двух стран возложила цветы к монументу у кадетского корпуса. Общее космическое прошлое и настоящее сблизило ребят еще сильнее. Забыть такую дату, забыть именно то, что кто покорял космос, как покорился космос, это, я думаю, это большой грех. Далее Сапожников, Вадим Доминов. Наше время. Сапожников. Сапожников. Продолжение следует...